Приветствую, дамы и господа, это FreeStudio21.com Продолжаем переводить предложение, и перед нами сложное предложение Перед тем, как что-то делать, оцени сложившуюся ситуацию По сути, у нас два блока Блок один, вот здесь, и он отвечает на вопрос, когда То есть, когда оценить ситуацию, перед тем, как что-то делать И далее второй блок, вот этот, здесь imperative То есть, рекомендация что-то сделать, команда что-то сделать, просьба что-то сделать, и всё такое Итак, всё, что отвечает на вопрос when, это обычно либо time clause, либо time phrase Ну, то есть, фраза, которая показывает время действия А вот где imperative, у нас будут вариации на тему модальных глаголов Здесь, в принципе, should можно использовать Здесь ought to даже можно использовать Ну, отцу это, наверное, будет излишество, но теоретически может быть Ну и, кроме того, прямой imperative тоже можно Итак, попробуем первый вариант Самый очевидный Попробуем дословно всё перевести Перед тем, как что-то делать Обращаем внимание, что классического предложения здесь не будет вначале Потому что мы не знаем, кто это должен делать У нас как бы оба предложения безличные Ну, да, такое тоже бывает Поэтому здесь будут безличные формы Глагола before doing И далее вот это что-то, оно может быть anything и может быть something Здесь и так, и так будет верно Anything добавит нам больше эмоций, если угодно Хоть что-нибудь как бы вот такое вот Можно, если хочется, это не проблема Дальше можно запятую поставить А дальше оцени сложившуюся ситуацию И вот здесь у нас колоссальное поле для манёвра С вот этим оцени Мы можем использовать какой-нибудь size up Мы можем использовать evaluate Мы можем использовать assess, например, ещё есть фраза Ну, вот assess сюда поставим И далее the situation Вот таким вот образом Значит, текущее или сложившееся Здесь сложившееся У нас переходит вот в этот артикль Потому что когда мы говорим the Мы имеем в виду конкретную ситуацию Мы не имеем в виду какую-то абстрактную ситуацию Тогда бы e пришлось ставить Если мы говорим the Значит, мы имеем в виду конкретную ситуацию Следовательно, сложившуюся Поэтому можно здесь использовать какие-то прилагательные Но можно и обойтись обычным the Это не проблема Ну, фраза сама по себе хороша Здесь с ней всё окей Но если я хочу добавить больше человечности в моё предложение Мне будет нужно, ну, придумать какое-нибудь подлежащее Ну, это на любителя задача Но, тем не менее, я могу и так сделать Before you Потому что здесь оцени Обращение к единственному числу, ко второму лицу Поэтому you будет очень логично Before you do Если я не знаю вот это Ваффинтуа ушами с герундием Вот это gerund doing И дальше anything Дальше запятая Здесь она обязательно Потому что это классический time close И дальше слово assess the situation Можно и так сделать А можно size up the situation Можно the current situation Это тоже будет окей Можно, конечно, начать сразу с императива И, например, сделать вот такое It is essential Обязательно Это такая тактичная рекомендация И далее to evaluate И вместо слова situation я могу circumstances поставить Это тоже будет верно The current circumstances И предложение получается просто на километр Before any action is taken Вот это высшая форма извращения Если я хочу пассивы Если я хочу безличное предложение Если я хочу очень-очень формально Ну, окей, можно и так Но в реальной жизни вряд ли я захочу так формально делать Если нужна дипломатичность Если это что-то очень официальное Можно сделать и вот так Это если я хочу по-человечески Make sure Я опять начинаю с рекомендации А не с time phrase И далее That You know the situation well Или же Если я не хочу так, я могу You are aware of the things around Или going Здесь можно going, можно around Это без разницы Здесь всё равно это прилагательное Ну, а дальше уже before И дальше после before Можно, конечно, опять же Taking any action А можно и вот так You jump to any action Перед тем, как ты бросишься что-то делать Если дословно Ну, это если я хочу неформальности Если я хочу неформальности Но при этом Я не хочу такое длинное всё Можно и вот так Before you act Just look around Или just look around before you act Тоже можно, если хочется Или же Take a look Before you act Ну, в принципе, всё то же самое Здесь можно Carefully look around Сделать Или look around carefully Вместо take a look around Ну, в общем, это уже детали Но, в принципе, оно очень хорошо передаёт суть И при этом оно очень неформально Можно ещё вот так попробовать Поскольку у нас рекомендация Рекомендация может быть через модальный глагол You should Size up И дальше можно The situation опять же поставить Но можно, допустим, такое What's going on Before Здесь единственное слово, которое Ну, очень трудно будет заменить Это before И далее Before taking any steps Можно и так А можно, например, пойти от обратного И сказать не то, чтобы рассмотри ситуацию Как бы не кидайся с места в карьер Рассмотри ситуацию, а потом действуй Ну, вот как-то так оно будет Don't just jump in Здесь можно запятую А можно даже тире поставить Я, пожалуй, тире поставлю Take some time И далее можно Опять же look around А можно to handle the circumstances И далее Before acting А если я acting не хочу Я могу proceeding поставить Тоже окей слово Ну, и здесь можно было бы ещё Варианта 3 сделать Но я уже не хочу Потому что, ну, в принципе Это всё будет творяться и на тему Но единственное Будут меняться идиомы Фразовые глаголы Здесь очень много, на самом деле Можно использовать Разного рода таких выражений Будет с большей или меньшей степенью формальности Будет с большей или меньшей величиной Как говорится Но иногда, опять же Здесь очень хорошо видно Что фраза, даже если она неформальная Она может быть бесконечно длинной Никто нигде не сказал Что предложение должно быть обязательно коротким Чтобы быть неформальным Итак, вариант первый Before doing something Или anything Assess the situation Это прекрасное предложение Оно, во-первых, понятное Во-вторых, оно Можно сказать Семи-формал Можно сказать Информал Ну, как смотреть Здесь нет никакой умной грамматики Что, конечно же, плюс Далее, второе Before you do anything Size up the current situation Ну, в принципе, это тоже Достаточно простое, понятное Straightforward Все тоже Оно тоже где-то Informal Семи-формал Ну, в принципе, все вот это Относится и сюда Единственное Оно более Personal Поэтому оно более Informal Чем семи-формал Далее, третье Ну, вот, третье, конечно Апофеоз просто Формальности It's essential to evaluate The current circumstances Before any action is taken Ну, это плюс-минус Почему? Оно прекрасно с точки зрения грамматики Ну, во-первых, оно formal То есть, это далеко не в каждой ситуации так можно делать Нужно понимать, когда такие фразы используются Здесь impersonal structure Ну, то есть, надо уметь вот эти вот безличные начала предложений Здесь passive Ну, и оно просто длинное Далее, четвертое Make sure that you know the situation well You are aware of the things going around Или просто going Before you jump to any action Ну, окей, тоже можно немножко длинновато Но зато informal Далее, пятое Before you act, just look around Прекрасное предложение Одно из самых лучших Это informal Это short Это friendly, в конце концов Далее, шестой You should size up what's going on before taking any steps Ну, окей, тоже вариант Тоже можно Здесь очень хорошо показан рекомендательный характер Это semi-formal Здесь нужно уметь в модальные глаголы Ну, оно такое немножко plain Нет никаких выражений, нет никаких идиом В отличие от предыдущего Которое более такое разговорное Далее, седьмое Don't just jump in Take some time To handle the circumstances Before acting Или proceeding Ну, вот здесь Точно informal Маленький плюсик Оно длинноватое Но зато здесь выражение Зато здесь Все, что угодно Ну, и грамматика достаточно простая Ну, в принципе, грамматика здесь везде Достаточно простая Ну, разве что Вот третье Ну, я здесь намудрила На третье Это по ситуации Это не то, что каждый день используется А везде Во всех остальных предложениях Ну, что мы имеем? Мы имеем time clause В time clause Present simple Ну, вот модальные глаголы периодически появляются Ну, и все Больше ничего такого нет Императив в английском делается очень просто Это всего лишь навсего глагол Без всяких абсолютно хитростей и подвохов Предложение начинается с действия Не более того Итак, скриншот всего этого по ссылке В описании видео Равно как и ссылка на весь плейлист По переводам предложений Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok